Все. Привет всем. Привет. Ну что, начинаем, да? Да, хорошо. Сейчас только я проверю одно тут место у себя в файле. Хочу быть уверенным. Да, все я сделал правильно. Хорошо. Только дату не поменял. Значит, вчера вот закончилась конференция, посвященная, как вы видите, 85-летию Сергею Петровичу Новикову и 80-летию Виктору Матвеевичу Бухштабе. Ну вот я там рассказывал эту работу. Слушали меня хорошо, задавали вопросы. Я надеюсь, и сегодня мне будут заданы полезные вопросы, то есть я смогу что-то лучше понять. Ну, соответственно, начну вот с чего. Значит, ситуация стандартная. У нас есть уравнение Лапласа. Вот, как вы видите, оператор Лапласа абсолютно привычно. Ничего для вас нового в этом нету. Есть такое уравнение Лапласа. В нем есть такая стандартная задача разделения переменных. Значит, в чем суть этой конструкции? Идея такая, что мы говорим, вот в этих координатах х, которые здесь у меня явно отражены, есть какой-то возможный класс решений, который более-менее легко получить. Мы говорим, ну, а нам этого мало, недостаточно. Мы хотим научиться строить какие-то другие классы решений. Как бы это сделать? Вот идея заключается в том, чтобы от переменных х перейти в какие-то другие координаты, которых можно было бы рассчитывать сдачу упростить, свести к чему-то более простому. Ну, отсюда вот идет технология поиска таких замен. Это все было известно далеко задолго до меня. Так что я буду рассказывать, как у меня было написано в заглавии, эллиптические системы координат. Это единственное, я на что пожаловался вчера, когда делал свой доклад, но реакции никакой на эту тему не услышал, поэтому и от вас я очень многого не ожидаю. Но если кто-нибудь мне даст какой-нибудь хороший совет, буду рад. Значит, вот, как видите, у меня... Максим, можно? Я вчера вот слушал, стеснялся, да, ну, то есть сегодня время побольше, чем вчера. Сулейманов Уфа, да, Сулейманов. Да, я узнаю по голосу. Да, можно. Вот смотрите, вот вы ссылаетесь на... Ну, я слышал, а другие-то не слышали, на классическую монографию, да, классический справочник. Но там, например, уравнение Матье выводится, как меня научили правильно говорить, не Матье, а Матье. А Капустин из Питера научил, чтобы правильно так. Вот у них оттуда и уравнение Матье в этих эллиптических уровнях. Вы как-то мимо вашего доклада совсем прошло, и я вот сразу же и вопрос по ходу дела. И это парадокс, что вот из интегрированного, безусловно, уравнения Лапласа, да, получается неинтегрированным уравнением Матье. Но парадокс, который меня занимает 30 лет, да, такого не может быть. Или мы не понимаем, в каком смысле уравнение Матье интегрированным, там не посчитаешь никакие эти самые постоянные флаки. Но у вас как-то нет более узкий класс, там потенциалы ломы. Я по ходу делал вопрос. Вчера я как-то стеснялся, да, пусть у вас даже большой доклад был, но не такой большой, как сегодня. Я вот сразу же и вопросы ко вчерашнему докладу выкладываю и по ходу дела. Вот, например, вот тот справочник, который вы ссылаетесь, да, ну он у меня классический. Там, например, показано, как уравнение Матье получается из Лапласа. Ну все, извините, да. Ну так, значит, вот я задал тогда вопрос вчера аудитории. Говорю, что обычно, когда рассматриваются двумерные случаи, говорят эллиптические координаты. Когда рассматриваются трехмерные, говорят эллипсоидальные. Поскольку у меня, как вы видели, многомерный случай, я не знаю, что говорить. Поэтому я решил использовать по-прежнему термин эллиптические координаты, хотя, возможно, эллипсоидальные тоже нормально. В общем, я обсуждал этот вопрос с Женей Ферапонтовым. Он, в общем, тоже так не знает, что писать в данном случае. Не знаю, в общем, как в энмерном случае стоит такие координаты называть. Я говорю, предпочитаю говорить эллиптические. Но, в общем, вопрос о терминологии, насколько там удачно выбрана система. Максим, а вот в двумерном случае тоже полярные координаты и цилиндрические. Это то же самое примерно. То есть в двумерном случае полярные, а в трехмерном это цилиндрические. Ну да, да. Вот в том-то и дело, что когда речь идет о многомерии, то есть число измерений больше трех, вот проблема такая, как что называть. Ну ладно, это так, к слову. Хорошо. Значит, еще раз. Вот у меня есть уровень Лапласа. Вы видите стандартно задный оператор Лапласа. Я хочу сделать переход в эллиптические координаты. Вот они у меня обозначены буковками R маленькая. Значит, были старые координаты Декартовые X маленькие. Вот вместо них вводятся новые координаты R маленькие. И тут есть набор, некоторый набор констант гамма. Значит, как вы видите, по умолчанию предполагается, что все гамма разные. То есть все гамма попарно различные. Если бы мы рассматривали случай, когда какие-то гамма-константы могут совпадать, как вы понимаете, это случай вырождения конструкции. И вот люди, которые занимаются разделением переменных в эллиптической системе координат, они как раз занимаются подробным изучением всех частных случаев, когда у вас, допустим, полиномы от этих гамм какие-то зануляются. Ну вот смотрите, о чем я говорю. Вот там, где левая формула снизу написано. Произведение гамма-альфа минус Rm по всем R, по всем индексам M. Что это значит? Это значит, что я когда это произведение распишу, это у меня будет полином степени M с какими-то коэффициентами. Значит, я могу тогда задать такой вопрос. Максим, совсем мелкое замечание. У вас, очевидно, опечатка на этой странице. Вот тут уже индексы снизу, а дальше пояснение сверху. Это опечатка? Нет, нет, это не опечатка. Нет, это не опечатка. Если ЖКК написано с нижними индексами, это просто обратная величина к ЖКК с верхними индексами. Поскольку речь идет про диагональную метрику, это значит, что просто надо, если вы хотите вычтить ЖКК с нижними индексами, поделить выражение для ЖКК с верхними индексами, и все, единицу на ЖКК с верхними индексами. Все. Вот. Но еще раз возвращаюсь. Значит, все частные случаи, которые можно исследовать, они в моем докладе опускаются. Они опускаются просто по той причине, что я не хочу заниматься мозаикой, гербарием, набором изучения всех частных случаев я рассказываю общую конструкцию, случай общего положения, когда все гамма-каты и константы попарно различны. Естественно, все частные случаи можно изучить совершенно аналогично тому, что я здесь буду рассказывать. Никаких существенных отличий нет, просто я говорю, надо быть внимательным, чтобы перечислить все частные случаи. Как вы понимаете, с ростом числа измерений количество частных случаев будет стремительно нарастать, так что эта деятельность может быть мотивирована только одним обстоятельством, если у вас есть какая-то очень серьезная причина перебирать все эти частные случаи. У меня такой причины нет. Итак, вот у меня были декартовые координаты x-альфа, у меня есть новые координаты r, я хочу пересчитать оператора Лапласа из старых координат декартовых x-альфа в новые координаты, эллиптические координаты r. Значит, есть стандартная формула, мне она не очень нравится, потому что, ну, скажем так, я предпочитаю ничего не рассказывать, то, что требует самостоятельного вывода. Значит, здесь я просто на эту формулу ссылаюсь для удобства, в тексте, который появится скоро в электронном архиве, там будет аккуратный вывод этой формулы для вот именно пересчета в диагональные координаты, подчеркиваю, вот в эти координаты r-ката, и в которых метрика диагональна g-кк с нижними индексами. Там я это все покажу конкретно, как делается вычисление. Здесь же это не диагональные координаты, а произвольные, то есть были старые декартовые координаты x, и я перешел в новые координаты z. Вот в новых координатах z, вот это правило пересчета оператора Лапласа, оно здесь написано сверху этого слайда. Дальше, если я теперь... А можно спросить вообще, чем как бы инициирована такая работа? Тем, что я хочу изучать некоторые линейные, обыкновенные дифференциальные уровни второго порядка. То есть редукции Лапласа с помощью разделения переменных, да? Ну, правильнее сказать по-другому. На пути к разделению переменных там получаются линейные, обыкновенные дифференциальные уровни второго порядка, которые для меня представляют самостоятельно интересны. Ну, я про это и говорю, да. Спасибо. Вот, значит, если я теперь возьму диагональные координаты r-каты, упомянутые на предыдущем слайде, вот что получается. Это результат пересчета. Тот самый оператор Лапласа, вот он так позволяет мне переписать уровни Лапласа, но уравнение выглядит более компактно, чем написано вот здесь вверху, да? Никаких уже детерминантов нет, есть только произведение. Соответственно, можно дальше раскрывать производные. Я имею в виду, как вы видите, тут двойное дифференцирование, D, P, D, R, K, T, M, M, M. Здесь я ввожу новые координаты, как вы видите, R большое, K, T. Ввожу их по одной простой причине. Я хочу выбрать такие координаты, в которых мне было бы удобно делать все последующие вычисления. Вот на этом шаге у меня есть координаты R, M, K, T. И в них я вижу, что у меня здесь есть два слагаемых, если я раскрою скобки под действием операции внешнего дифференцирования. Я хочу конструкцию немножко упростить. Ради этого я ищу новые координаты. Вот такая подсказка мне идет из того факта, что я имею дело с эллиптическими координатами. Именно оттуда эта подсказка идет. Значит, если кто-либо из вас когда-либо имел дело с верхним уравнением, то вы прекрасно знаете, что если n равно 3, это определение скрыто здесь эллиптической функции Вейер-Штрасса, а если n равно 4, здесь скрыто определение эллиптических функций якобы. Так что это стандартная ситуация, которая хорошо известна в теории гиперэллиптических функций. И это причина для меня, по которой я ввожу новые координаты R. То есть там, где вы видите производную R' это производная вот по новой координате R большое. То есть у меня были координаты R маленькие, и каждую координату R маленькую я растягиваю подходящим образом и ввожу вместо них таким образом новые координаты R большое. Правило, оно в центре указано на этом слайде. Итак, в этом случае уравнение Лапласа, которое увидено на предыдущем слайде, оно принимает вот ту самую форму, которая мне очень выгодна. Вот. Мне эта форма очень выгодна. Таким образом, оператор Лапласа, с которого я начал в декартовых координатах, здесь он принял вот такую с моей точки зрения симпатичную форму. В чем же я вижу эту симпатичность? В чем она заключается? Она заключается вот в чем. Что то, что у меня написано, я говорю про первый множитель, единица делительное произведение всех РМ минус РК по М не равным К. Вот. Вот этот коэффициент, он мне хорошо известен. И вот на следующем слайде я про него сейчас несколько слов расскажу. Значит, есть такое известное тождество, а точнее набор тождеств, что если вот там, где у меня написано некоторое обозначение Q большое с индексом Н минус 2, я буду брать РК в степени 0, 1, 2, 3 и так далее до степени Н минус 2 включительно, то всякое такое соотношение, то, что слева написано, оно будет обращаться в 0 всегда. Таким образом, то, что у меня написано QН минус 2, это полином степени Н минус 2 от РК от каждого РК. Вот что у меня написано. Тогда я говорю, давайте сравним эти тождества с этим уровнем Лапласа, который вы видели на предыдущем слайде. И тогда понятно, что приравнивая одно другому, я вижу, что вторая производная по Р большим от решения уровня Лапласа, она с точностью до неизвестной функции G большое определяется вот этим самым полиномом от Р маленького степени Н минус 2. Я ниже написал, что вот этот полином степени Н минус 2, он может быть расписан последовательно, как сумма произведений констант А с индексом С на Р подходящей степени С. я просто Z там, где у меня написано снизу, я каждый раз должен заменять соответственно R1, на R2, на R3 и так далее. И подставляя верхнее тождество, я буду иметь нули, ну а соответственно уравнение Лапласа у меня будет таким образом удовлетворено, если вот есть соотношение, которое вы видите второе снизу. Вот. Максим, вот здесь же вам надо все равно найти R маленький, чтобы получить уравнение. Да, вот у меня это написано вот здесь вверху, да. Если я нашел R большие, значит, вот у меня есть правило, как находить R маленький. Но это же интеграл надо брать, да? Да, да, совершенно верно. обратную функцию. Да, да, совершенно верно, все правильно, по модулю вот этой процедуры, да, совершенно верно, вот так и есть. Да. Вот. Теперь. Дальше делается вот такой трюк. Я пару слов на эту тему скажу. Вчера я об этом ничего не говорил. Значит, этот трюк я увидел, когда читал вот ту самую книгу, которую упомянул сегодня Булат Сулейманов, книга у Этекера Ватсона. Если я правильно помню, называется она «Введение в курс математического анализа». Вот. Там этот трюк, вот от чего происходит. Я пару слов на эту тему скажу. Он идет вот от чего. Вы, когда смотрите на уравнение Лапласа, вы задаете себе вопрос. Этот объект, он принадлежит какой вообще, какому разделу математической физики? Он принадлежит теории эллиптических уравнений, не гиперболических, не параболических, а эллиптических. И там есть такое понятие, как гармонические функции. Вот все рассуждения, которые в этом параграфе, посвященном уровне Лапласа и содержатся в книге Уитекера Ватсона, они приводят к тому, что они там рассматривают трехмерный случай, то есть вот здесь вы видите N большое, N равно трём. Вот. И они приводят их к пониманию, что да, было бы разумно, опираясь на знание теории гармонических функций, вводить вот такое разделение. Я эти слова, эту терминологию использовать не хочу по одной простой причине. Я утверждаю следующее. Здесь на этой странице написал мы используем анзац. На самом деле никакой анзац использовать не нужно. Вот то, что здесь написано вторая формула снизу на этой странице, означает, что если вы будете перекрёстно проверять условия совместности, вы придёте вот к этому анзацу. То есть этот анзац он появляется из требования, чтобы вот вторая формула снизу была выполнена. Итак, есть такой анзац, как предложено было в книге Уитекера Ватсона. Значит, ещё раз, я когда ссылаюсь на книгу Уитекера Ватсона, я ссылаюсь на неё не как на книгу, в которой были получены какие-либо результаты. Они прямо пишут, мы в этом параграфе даём обзор результатов, которые накоплены к 1905 году. Они ссылаются на многочисленные работы в этой области, они используют свою систему обозначений, они описывают свою логику, но они опираются на чужие работы, у них своих результатов в этой области нету у Уитекера Ватсона. Они просто дают описание ситуации, которая сложилась к 1905 году. И, насколько я понимаю, ничего с 1905 года не изменилось. то есть я вам рассказываю конструкцию, которая была известна в 1905 году, и как вот древние греки, они считали, что нет смысла заниматься задачами в числе измерений больше трёх, потому что ничего нет более сложного, чем трёхмерный мир. Так, видимо, и люди, которые писали работы в 19 веке, они тоже не видели смысла, почему надо изучать оператора Лапласа в числе измерений больше трёх. Ну, это так, лирическое отступление. Таким образом, когда я подставляю такой анзац, вы видите, второе уравнение на этом слайде превращается в третье, а третье уравнение, соответственно, помня о том, что было написано на предыдущем слайде, нас приводит вот к тому, что для каждой буквы У маленькая КТ, я пишу отдельные линейные обыкновенные дифференциальные уравнения второго порядка. И вот это именно тот центральный объект, о котором я собираюсь с вами сегодня побеседовать. Так что вот ведущему Олегу Копцову я снова подтверждаю, что да, это цель моего рассказа. Не уравнение Лапласа, а именно вот это линейное уравнение второго порядка. Итак, Максим, можно спросить? Да, конечно, конечно. Значит, ну, разделением переменных, конечно, после 905-го года народ занимался. Конечно. Огромное число, правильно? Есть даже книжка Миллера семейки и разделение переменных, верно? Миллер, Калнинс и так далее, и так далее, да, полнородный. Вот, и там вот связывается, значит, с группами Ли, допускаем, этими уравнениями, да? Да. Поэтому, ну, как бы вот насчет того, что никто ничего не делал после пятого года, да? Нет, я имел в виду, вот, никто ничего не делал в плане вот именно вот этих дифоров, которые у меня внизу написаны. вот это. То есть, как бы это просто с моей точки времени была заброшенная тема. И тут вот я действительно добавлю еще такие слова, они важные, чтобы было общее понимание. Вот я еще раз вернусь на первый слайд моего рассказа. Вот, у нас есть задача разделения переменных. В принципе, задача формулируется так. Я из декартовых координат х бета хочу уйти в такие новые координаты, в которых я могу это разделение переменных осуществить. И вот тот переход, который идет именно в координаты R, то есть, это я имею ввиду эллиптические координаты, это серьезная проблема. Я вот сейчас уже подзабыл, я видел работы, причем написанные даже, если не ошибаюсь, может быть, буквально во время Второй мировой войны. Публикованы они были в России. Пара работ на эту тему. Одна из них, если я сейчас правильно помню, Смирнов, вот у которого курс был по многотомной курсу. Высшей математике. Да, высшей математике. А вторая работа была на человека, на которого я сейчас забыл, то ли он ссылался, то ли этот человек ссылался на работу Смирнова, ну, тоже из Советского Союза этот человек, и там речь шла именно об этом, что вы доказываете, что разделение переменных для уровня Лапласа, оно возможно только в эллиптической системе координат. Поэтому вот те самые упомянутые книги того же Миллера, это речь идет вот именно про это, про то, что вот есть такое доказательство, что есть там частные случаи, как я говорил, когда вот эти гамма начинают совпадать, и изучение вот подробно всех-всех частных случаев, привлечение разных математических аппаратов, чтобы показать, что да, кроме эллиптической системы координат здесь нет ничего, если мы попытаемся произвести разделение. Поэтому я говорю, я рассказываю просто про то, что уже известно, вот если мы доходим до этапа линейных уравнений второго порядка, а я-то буду говорить про них, про эти линейные уравнения. Ну вот вызывает, как и в любом случае, вызывает сомнение на том, что все возможные системы координат рассмотрены. Это что за теорема? Можно какую-то ссылку? Ну, я говорю, я могу попытаться поискать что-то у себя на компьютере, потому что у меня точно эта статья скачана из интернета. Она есть, да, там подробные доказательства. смотри, ты же сразу предполагаешь, что значит у тебя метрика такая диагональная, правильно? Да, 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 да. Ну, ниоткуда не следует, что можно рассматривать метрики неприводимые к диагональным вещественным преобразованиям. Да, совершенно верно. Люди, которые занимались этим, они доказывали разделение переменных и приводимость их к эллиптическим системам координат именно в рамках этой парадигмы, что метрика диагонализуема. Ну, поэтому я и говорю, что не то, что нет такого утверждения, наверное, все-таки, что только в эллиптических разделяется. Ну, да, ну, да, я говорю вот про диагональные метрики, да, про ортогональные системы координат. все тогда, то есть это ограничение это есть. Да, 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 да. Все, все, спасибо. Может быть, вопрос. Да, конечно. Вот верхнее уравнение в нем функции У, СТ зависит только от одной координаты. Каждый от своей. Да. Как я говорю, этот факт доказывается в теории гармонических функций для оператора Лапласа. Спасибо. Да. Максим, а параболические координаты входят в класс твоих эллиптических? Я не могу ответить. Там же есть разделение переменных. Да, да, я не могу уверенно ответить на этот вопрос, не могу уверенно, но я просто подозреваю, что вот те вырождения, которые здесь есть, вот они, еще раз повторяю, внизу, когда мы сливаем всякие гаммы. Возможно, там можно добиться такого, но я говорю уверенно, я отвечать на этот вопрос не могу, к сожалению. Спасибо. Вот, значит, у меня есть то самое линейное уровень второго порядка, как правильно заметил Сергей Мелешко. Вот у меня есть связь между координатами r маленькая и r большое, значит, напомню, производные у меня всюду здесь только по r большим, чтобы не было путаницы. И задача, моя задача, о которой я вам и рассказываю, она заключается вот в чем. Я хочу научиться интегрировать это линейное обыкновенное дифференциальное уравнение второго порядка. Вот это цель моего рассказа. Значит, еще раз, дифференцирование здесь указано в этом линейном дифференциальном уровне второго порядка по r большому, вторая производная, по лином, который вы видите в скобках, по r маленькому и связь между r маленьким и r большим, оно заодно вот, ну, фактически гиперэллиптической кривой, которая в центре у меня здесь присутствует. Вот такая моя цель. в р маленьком можешь вообще не решить никогда, даже через какие-то спецфункции могут новые появиться. правильно, правильно, Саша, это и правильно, то есть, вот в центральном уравнении у меня скрыта информация о гиперэллиптическом интеграле, естественно, и поэтому вопрос Сергея Мелешко абсолютно законный. Мы говорим, а как мы обращать будем, а как мы будем вводить новые спецфункции, все абсолютно законно. Тут я говорю, все, что я рассказываю, оно, к сожалению, вот верно именно в таком понимании, что мы что-то делаем по модулю какого-то знания. Мы вот говорим, что мы считаем эту задачу проинтегрированной, если мы что-то подразумеваем. Но вот мы подразумеваем, что второе уравнение мы считаем проинтегрированным. В том смысле, что да, мы знаем, что за вторым уравнением скрыта гиперэллиптическая функция, скрыта, да. Теперь вот у меня было это линейный уравнение второго порядка, который вы видели в самом верху. Я говорю, а давайте мы ее перепишем так, чтобы не было два уравнения, было одно. Ну вот, понятно, я из координат r маленьких хочу все переписать универсально в r большие или наоборот из r больших хочу все переписать в r маленькие. Ну вот, соответственно, я эту цель легко достигаю. Вот в координатах r маленьких, как вы видите, у меня первый коэффициент это полином степени n, второй коэффициент у меня полином степени n-1 и третий коэффициент это полином степени n-2. Значит, чем такой дифур второго порядка, он привлекателен. Но давайте мы вначале начнем вот отсюда. У меня было линейный уравнение второго порядка. Почему я начинаю сразу с n большого равного трём? Так как это делают классики, так как это делает Уитекер Ватсон, почему никому не интересен случай n равно двум? Вот случай равный двум не интересен именно потому, что вы уже здесь видите. n равно двум это выражение в скобках константа, просто а0. Значит, это у вас линейное уравнение. У вас было линейное уравнение, и вы получили линейное уравнение. Линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Вот что я хочу сказать. Линейное уравнение с постоянными коэффициентами. Оно для нас интереса не имеет. Нам интересно то, где появляются переменные коэффициенты, то, что мы хотим научиться интегрировать. Таким образом, вот первый случай, который нас интересует, это действительно n большое равное трём. n большое равное трём, значит, у нас первый полином степени 3, второй полином степени 2, третий полином степени 1. И вот здесь уже видно на этом примере, насколько этот случай нетривиален. Почему он нетривиален? Давайте вспомним то, что мы хорошо знаем из курса нашего университетского образования. Если был бы полином степени 2, первый коэффициент, второй степени 1, а третий коэффициент степени 0, это было бы гипергеометрическое уравнение. Гипергеометрическое уравнение, для которого известно все. И известны полиномиальные решения по r маленькому, и известны решения в виде интегрального представления, оба решения известны у этого линейного уровня второго порядка. То есть мы там все знаем для такого случая. Повторяю, если бы степени были соответственно 2, 1 и 0. Вот. Теперь возникает вопрос, а что делать, когда степени 3, 2, 1? Вот это первый нетривиальный случай. Повторяю, классический изученный к 1905 году очень хорошо. Вот. Вот возникает вопрос, как его интегрировать это уравнение. И та идея, которая напрашивается, она такая, мы говорим, а давайте мы вот решение для u маленького, это, второе уравнение снизу, будем искать в виде полиномов от r маленького. Вот. Мы смотрим на это уравнение, и такая идея сразу закрадывается в голову. Почему бы не искать полиномиальное решение по r маленькому? Сейчас мы об этом поговорим. Итак, вот у меня был классический случай n равный 3, который, повторяю, изучен классиками. Я немножко об этом расскажу. Вот. У нас, соответственно, возникает вопрос, как его решать. Мы видим, что у этого уравнения много произвольных констант, и мы хотим понять, ну, а если мы можем что-то найти, является ли это общим решением вот такого уравнения? Предположим, что мы знаем ответ на эти вопросы. Ну, как я сказал, это все опубликовано уже к 1905 году, что таким образом на все эти вопросы у меня ответы есть. Вот. Теперь рассмотрим случай, который не изучался. Вот у нас n равно 4, вот у нас соответственно коэффициент степеней соответственно 4, 3, 2. Мы опять хотим понять, можем ли мы решить это уравнение, видим, что число констант выросло, ну и соответственно опять мы хотим понять, можем ли мы найти общее решение. И вот здесь есть такая тонкость. Вот я начну с нее. Давайте вернемся немножко назад. Туда, где мне был задан первый вопрос Сергеем Мелешко. Вот у меня есть n большое равно 3. Там у меня произведение трех скобочек. Гамма первая минус r, гамма вторая минус r, гамма я говорил, он говорит, что за функцией r маленькая скрыто ничто иное, как функция Верштрассе, пи-функция Верштрассе, эллиптическая функция Верштрассе. Значит, что значит скрыто? Это значит, что я в этом выражении должен сделать растяжение r, то есть умножить на некоторую константу и сдвинуть ее на некоторую константу подходящим образом так, чтобы выражение справа, вот тот полином по r кубический, он принял каноническую форму 4r в кубе минус g2r минус g3, где g2g3, соответственно, в форме, которая здесь предложена, это будут некоторые полиномы по теореме Виетта, вот от этих констант гамма и, соответственно, от сдвига от константы, которые мы сделаем в r маленькая, чтобы подходящим образом растянуть, перейти в пифункцию, в эллиптическую пифункцию Верштрасса. Вот, это мы знаем. То есть, те три константы гамма 1, гамма 2, гамма 3, которые были, они на самом деле не так уж нам важны, потому что мы подходящим преобразованием можем вообще от них избавиться. Вообще, как вы знаете, эллиптическая пифункция Верштрасса зависит только от одной константы, эллиптический модуль, который равен отношению гамма 1 минус гамма 2 делить на гамма 1 минус гамма 3. Так что существенная константа в этом уравнении только одна. И вот мы задаем здесь себе такой вопрос, что мы не просто пишем дифференциальное уравнение второго порядка, где у нас коэффициент первой, третьей степени, второй, второй степени, а третий, первой. А мы еще знаем, что там существенная константа одна, не пять констант, как здесь написано, а одна и плюс еще к этой константе добавляются вот те самые константы, которые сидят в Q1. То есть это что такое? Да. пожалуйста, перегрузимся, осталось меньше там одной минутки, хорошо? Да, Олег, напомни, пожалуйста, как это делается, я забыл. А ты снова заходишь и все. По этой же ссылке. Да, хорошо, хорошо, спасибо. 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 .